Добрый день! Сегодня я продолжаю серию видео о фальшивой истории Китая. На этот раз пойдет речь о древности и средневековом величии современной столицы Китая – Пекине. Сегодня Пекин называется одним из самых древнейших и красивейших городов Китая. И хотя история не сохранила свидетельства о подлинных годах его основания, существует легенда, что на территории современной столицы Китая располагался в V веке до н.э. город Цзи – столица царства Янь, одного из государств периода воюющих царств. Существует еще более невероятная китайская версия, что в этом древнем городе была резиденция детей самого императора Хуан-Ди. А это уже неимоверно древняя античность. Тут можно и со стула упасть. Получается, Пекину якобы около 5500 лет. Аж дух захватывает. Но при детальном изучении исторических материалов понимаешь, что вся эта сказка не выдерживает ни малейшей критики. Для справки. Хуан-Ди или «Желтый император» – это легендарный правитель древнего Китая, который жил якобы 2600 лет до н.э., то есть 5500 лет назад. Но это неправда. Китайцы вообще большие выдумщики, как и их европейские католические покровители. Китайцы очень любят гордиться своей придуманной древностью, поэтому накручивают столетия, даже тысячелетия, всему что угодно. Китайцы могли и дальше прекрасно морочить головы доверчивым людям, искажая подлинные даты, если бы внимательные ученые 19-20 веков не обратили внимания на подробный гороскоп рождения и царствования внука «Желтого императора». И результат шокировал многих. Внук великого основателя Китая «Желтого императора» родился не 5500 лет назад, а 6 марта 1725 года н.э. «Господа, это XVIII век». Восемнадцатый век. Подобным образом исследуя гороскоп первого императора Манчжурской династии Хуанди или знаменитого «Желтого императора», которого называют также современниками самого Ноя, мы получаем, что древнейший китайский «Желтый император», открывший эпоху Великого начала в Китае, правил с 1644 по 1662 года н.э. А это середина XVII века. Вот вам и 5500 лет древнему Китаю. Одно вранье. Более подробную информацию о фальшивой истории Китая и о «Желтом императоре» я рассказал в своем видео на моем канале. Ссылку я оставлю в описании под видео. Многие возразят, что только один гороскоп рождения – это еще не стопроцентное доказательство. Тогда пойдем дальше искать правду. Для этого обратимся к знаменитому архимандриду Русской Православной Церкви и Акинфу. В миру Никита Яковлевич Бичурин. Это востоковед и путешественник, знаток китайского языка, живший на рубеже XVIII-XIX веков. В своей книге 1828 года «Описание Пекина» Архимандрид и Акинф пишут. Говорят, что Пекин в 1215 году был якобы покорен войсками Чингисхана, и в 1267 году город был отстроен заново, в другом месте, немного на северо-востоке. Через несколько лет уже не осталось и следа от прежнего старого Пекина. То есть, был когда-то некий древний город Джунду, который после покорения дикими кочевниками забросили и позже построили новый, на совершенно новом месте. Но, как пишет русский священник, от прежнего города и следов не осталось, ни физических, ни документальных. Кроме ничем не подкрепленных легенд о существовании города Джунду, появившихся лишь в 17-18 веках, реальных доказательств существования прежнего города просто нет. Проанализируем услышанное. Оказывается, современный город Пекин стоит не на своем древнем историческом месте, а совершенно в другом. То есть, он был построен на новом месте только в 1267 году. Поэтому Новый Пекин не может претендовать на историю некого города с другим названием и находящегося в другом месте. Ведь называть какой-либо город, находящийся в другом месте и с другим названием родины Пекина, чушь несусветная. На это только китайцы способны. Чтобы удлинить свою историю и за уши подтянуть к вымышленным датам, китайские историки приписывают Пекину годы абсолютно другой столицы, даже по сути, другой империи или государства. Это то же самое, как современному Санкт-Петербургу приписать годы древней Москвы и заявить, что северная столица 800 с лишним лет. Питер ведь, по сути, тоже был реальным наследником Москвы, так как почти все административно-финансовые и государственные учреждения вместе с АСКО-семьей реально переехали из одного города в другой. Но мы же этого не делаем. Понимаем, что это полный бред. А вот китайские власти и историки смело объединяют истории разных городов в одну кучу. Вот так и рождаются легенды о якобы большой древности самого государства Китая и его городов. Но даже и эту дату 1267 года можно считать даты основания современного Пекина крайне условно. И вот почему. Для начала, откуда появилась эта дата? Официальная история нам рассказывает, что будущий основатель империи Юань хан Хубилай, внук Чингисхана, построил некий город, назвал его своей столицей и назвал его по-китайски Даду, что переводится с китайского «великая столица», а по-монгольски «хан-балык», то есть «великая резиденция хана». Именно в это время древний Китай якобы и посетил Марка Пола. Все догадки, что Пола посетил Китай основаны на том, что он был в неком столичном городе Канбалыке, где и правил хан Хубилай. Но был ли он в том Китае, который мы сегодня так и называем Китаем, или совершенно в другом месте? Поговорим более подробнее чуть позже. Это очень интересная тема. Читаем далее официальную историю Пекина. В 1368 году первый император государства Мин отправился войной на город Даду, захватил город и переименовал его в Бэйпин. Позднее, в 1409 году, в период правления третьего императора Мин, город был значительно расширен и переименован в Пекин. А это, как мы уже заметили, начало 15 века. Подведем промежуточные выводы. Получается, хан Хубилай, внук Чингисхана, построил столичный город Ханбалык, который сделал своей северной резиденцией. Заострю ваше внимание на слове северная резиденция или северной столицей его владений. Причем, и это важно, город Ханбалык, как северная столица Китая, упоминается только у Марка Пола. В самих китайских источниках такого названия не существует. Вроде неувязочка получается. Китайцы никогда не знали никакого города Ханбалык. Так как же город Ханбалык стал Пекином? А все просто. Коль ведущие историки мира настаивают, что Марка Пола был в Китае и посетил там некую северную столицу под названием Ханбалык, а северной столицей в это время у китайцев был город Дадо, будущий Пекин, то и название Ханбалык можно смело отнести и к древней истории китайской столицы. Мол, это один и тот же город. Вот и вся железная китайская логика. Но не все так просто, как кажется. Тут как минимум заблуждение, а как максимум откровенное вранье. И вот почему средневековые западноевропейские картографы в лице Герберштейна, Меркатора, Гандеуса и многие другие помещали на своих картах город Ханбалык не на территории современного Китая, а в современной Сибири на реке Оби. И они знали, что делали. Ведь исторически Камбалык именно был в Сибири. Так, для примера, на карте Сигизмунда Герберштейна 1549 года Камбалык помещен в верховек реки Аби возле Китайского озера. Китайским озером Герберштейн называл Телецкое озеро, а рядом помещал надпись область Камбалык Китая. Но это совсем не тот Китай столицей, которую является современный Пекин. Это совершенно разные государства. Средневековый Китай Катай находился в северных широтах в Сибири, а современный Китай это древняя Чина плюс Манчжурия, присвоившая себе название другого северного государства в более поздние времена. Родной дядя папы Урбана Восьмого Рафаэль Барбериния, осуществивший путешествие на восток на рубеже 15-16 веков писал «Река Опь вытекает из одного большого озера Катая в том месте, где находится и главный китайский город именуемый Камбалык. Что-то я не встречал реку Опь в современном Китае». Выдающийся русский китаевед Бичурин в 1830 году опубликовал найден им на Алтае древний календарь некого китайского государства. И хоть Бичурин посчитал, что этот календарь относится к современному Китаю, даже он высказал некие несоответствия. А именно, в древнем китайском календаре часто упоминаются страшные морозы, лед на реках, глубокие непроходимые снега в юге и метели. Нет ни слова о рисе, зато постоянно упоминаются проса, ячмень, горох и озимая пшеница. Из животных в лесах соболи, бобры, рыси и медведи. Из деревьев преобладают в Китае только сосны и кедр. И дураку понятно, что в современном Китае даже на севере нет ничего подобного. Ну а теперь давайте сравним описание средневекового камбалыка с сделанным Марко Поло и средневековый Пекин, описанный русским китаеведом Бичуриным в начале 19 века. Бичурин собрал все сведения о средневековом Пекине, согласно китайским документам и многочисленным европейским свидетельствам путешественников, торговцев и миссионеров того времени. Если это один и тот же город, то описание должно хоть немного совпадать. Справка. Марко Поло часто обвиняют в подлоге, мол, он никогда не был в Китае, потому что в его описании мы не можем узнать ничего китайского. Но главное в том, что Марко Поло действительно не был в современном Китае. Он был в другом государстве, который в средние века и назывался Китаем. Поэтому и северная ставка Великого Хана находилась не в современном Пекине, а в Сибири. Вернемся к Марко Поло. Так как же выглядела северная ставка Хубилая Камбалык у Марко Поло? В книге Марко Поло сообщает о том, как он 17 лет служил великому монгольскому хану Хубилаю, чья ставка находилась в китайском городе Ханбалыке. Если современный Пекин, согласно официальной истории, был построен в 13 веке Хубилаем и был по сути новым, очень маленьким городком, то согласно сведениям Марко Поло Хамбалык 13 века это очень древний, огромный и цветущий город, не уступающий своей красотой и мощью столице Византийской империи Константинополя. Марко Поло сообщает о высокой мощной крепостной стене с каменными башнями, окружающей весь город Хамбалык, с великолепными каменными дворцами и зданиями. В городе было 12 ворот, каждые ворота охранялись тысячу стражниками. Также Марко Поло уточняет, что к юго-востоку от Хамбалыка располагалась обширная горная страна Катай, важной отличительной чертой которого было наличие каменного угля. Жители этой страны добывали каменный уголь для того, чтобы топить свои бани. Бани были в каждом дворе и топились летом через день, а зимой ежедневно. Но современного Пекина на юго-востоке в нескольких десятках километрах находится только море и океан. Уже не состыковка. А теперь, что же из себя представлял средневековый Пекин, который якобы до этого назывался Ханбалыком? Обратимся к тому же русскому востоковеду Архимандриду и Акинфу в миру Бичурина, который много лет прожил в Китае с посольской миссией и собрал много ценных документов о Пекине и его окрестностях. По данным Бичурина, только в 1437-1439 годах городские стены Пекина были впервые одеты камнем и кирпичом, ибо до сего времени Пекин представлял собой небольшое убогое поселение, окруженное земляным валом, сбитым из земли глины и соломы. Вдумайтесь, почти до 15 века все городские стены Пекина, как и у внутренней постройки, были из глины и соломы. Из глины и соломы! Причем внутренний маленький глиняный городок был построен при династии Мин. в 1421 году, а к 1439 году был обведен полностью каменными стенами. Внешний же город, который мы и принимаем сегодня за древний город Пекин, был построен только в 1544 году, пишет русский архимандрит. Трудно сегодня представить, как выглядел средневековый Пекин в действительности, но у нас есть подробное описание Пекина начало 19 века, в котором несколько лет и жил русский священник Иокимф. Вот что он пишет. Сам город Пекин с дальних возвышенностей представляется как бы в густом лесу, но вблизи от увиденного приходишь в горестное изумление. Оказывается, в Пекине нет тех прекрасных великолепных зданий, тех правильных чистых улиц, чем славится столица европейских держав. Вместо прекрасных улиц открываются длинные безликие торговые ряды, вместо палат смесь убогих лавок, трактиров и монастырей. Всеглавные малые улицы обезображены неприятным видом полуразвалившихся зданий и открытыми по обеим сторонам улиц траншеями с нечистотами. Дороги по улицам крайне неровные и грязные, а несносный смрад от ям выртых почти при каждом повороте в малой улице, где дозволено прохожим прилюдно мочиться вызывает полное отвращение. В средней части Пекина находится императорский город. Императорский город находится во внутреннем городе и окружает Кремль. Он весь сложен из кирпича и выкрашен красной глиной. Вот почему его иногда называют красным городом. Но даже кирпичные построения императорского города выглядят как-то убого и не вызывают восторга. Продолжает Архимандрит и Акимф. Получается, даже Пекин 19 века мало похож на северную столицу Хубилая Марко Пола. Не думайте, что только Марко Пола восхищался великолепен и мощью средневекового ханбалыка. Его восторг повторяли многие средневековые европейские послые. Небольшое отступление от нашей темы, но очень познавательное. Как делали искусственный гранит в Китае по описанию того же русского священника Акимфа в миру Бичурина. Китайцы выкапывают яму ров глубиной около метра на одной ямы или рва, накидывали около фута глубиной слой земли или глины с примесью гашеной извести и хорошо утрамбовывали тяжелыми деревянными или каменными колотушками. Потом спрыскали все это водой и еще раз утрамбовывают колотушками. Потом опять накидывают земли с известью и снова тщательно утрамбовывают. Итак, 3-4 слоя пирога с известью. По желанию заказчиков смесь добавляет разные красители, песок или мелко каменную крошку. Такой земляной бут, отвердевший от времени, превращается в настоящий зернистый гранитный камень любого цвета, который было трудно отличить от настоящего. Подобно способам в деревянных ящиках аналог опалубки изготовляются блоки любого цвета, размера и длины. Именно такие искусственные блоки под гранит использовались при строительстве почти всех стен, дворцов и площадей Китая. Пишет архиватрит Бичурин. Этот простой рецепт и примитивную технологию рассказали нашему русскому священнику сами мастера Китая 19 века, который они используют уже многие века. А нам все рассказывают про технологию высокоразвитых процивилизаций, гиперборейцев, атлантов и лемурийцев и богов Сириуса в Древнем Китае. А тут обычный примитивный крестьянский труд. Без перемещения блоков силой мысли, антигравитации и лазерных резаков опять нет никаких чудес при строительстве древних памятников истории. Но не будем о грустном, возвращаемся обратно к нашей теме про город Пекин. А как же древнейшие храмы Пекина и его окрестностей, спросят многие ценители китайской истории. В официальной истории говорится, что Пекин древнейший город поднебесный, что все его храмы и дворцы имеют тысячелетнюю историю, а некоторые были построены даже до нашей эры. Давайте разберем самые первые и самые древние храмы Пекина согласно официальной истории. Для этого опять обратимся к записям русского миссионера Бичурина, который тщательно изучил китайские документы и подробно описал строительство всех дворцов храмов монастырей Пекина и его окрестностей. Он пишет, в императорском дворце находится якобы древнейший храм, где государь ежегодно приносит жертву в день летнего поворота. Но согласно документам, которые я видел сам лично, храм монастырь Сихуансы, в котором останавливается посольство зданию, присылаемое к пекинскому двору, вообще построен в 1726 году. Храм Хэлунтхань в переводе «озеро темного дракона», в котором государь приносит моления о дожде, был построен аж в 1771 году. И на все эти постройки я сам видел официальные документы, пишет русский священник. И все далее в том же духе. 16-18 век, никакой древности. Подводя итог, могу сказать, что до 15 века северная столица Бэгин или Пекин по-современному представляла из себя небольшое убогое поселение из глины и соломы. И теперь сам итог. Собрав от стариков разные басни и предания и сказки о древнем Китае, неизвестный сочетитель-историк Джу Си, живший якобы в 12 веке нашей эры, написал историю государства с 61 года царствования государя Хуанди, то есть глубокой античности. И хотя даже сами китайцы в 19 веке свою историю с усмешкой называли обычными сказками, именно такая древность Китая основательно призвана всеми европейскими учеными. Вот и вся правда. На много столетий путают мозги, да нас просто обманывают, а мы продолжаем и продолжаем слепо верить сказкам поднебесной. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Пока. Субтитры Продолжение следует...